Добро пожаловать в Хатток! Я Стивен Сакур. Когда Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в конце февраля, ожидал ли он, что дела будут обстоять так, как обстоят сейчас, в начале июня? Жестокая война на истощение в Донбассе, получение украинским правительством вооружения от западных стран, растущие потери России, жестокие санкции режиму Кремля и расширение НАТО в ближайшем будущем. Мой гость сегодня — постоянный представитель России при организации объединенных наций Василий Небензе. Что Россия будет делать дальше? Постпред Василий Небензе с нами из штаб-квартиры в Нью-Йорке. Добро пожаловать в Хатток! Добрый вечер по лондонскому времени, мистер Сакур. Рад видеть Вас в нашем шоу. Позвольте спросить, спустя сто дней с начала вооруженного конфликта, можете ли Вы сказать, что российское вторжение в Украину идет по плану? Мне кажется, прогресс есть. Никто не обещал результаты через три дня или через неделю. Сейчас некоторые эксперты уверяют, что российская военная операция забуксовала и идет значительно медленнее, чем планировала. Но прогресс есть, он продолжается. И это совершенно очевидно. Одна из причин медленного продвижения то, что мы не стреляем по гражданским объектам. Мы прицельно обстреливаем военные объекты. Это занимает больше времени. Мы не занимаемся ковровыми бомбардировками или чем-то подобным. Но прогресс есть, это очевидно. Господин постпред, должен признать, что Вы самый высокопоставленный российский чиновник, от которого я услышал, что первоначальная операция застопорилась, что операция идет медленно. Вы признаете, что изначальный план по захвату Киева и установлению нового пророссийского правительства полностью провалился? Мне о таких планах неизвестно. Мнение о медленном прогрессе на совести тех, кто так говорит. Согласно докладам наших военных, все идет согласно первоначальному плану. Конечно, небольшие тактические изменения неизбежны, потому что невозможно предсказать, что будет происходить на поле боя. Но план идет своим чередом. Я не думаю, что кто-либо из российских руководящих лиц когда-либо заявлял о намерении взять Киев и установить там то, что Вы называете марионеточным правительством. Почему Вы не даете своему народу полную информацию о масштабах потерь? Что Вы имеете в виду? Я говорю не о Вас лично, но с начала марта российское правительство не раскрывало никаких официальных данных о числе погибших российских военных. Тогда число погибших составляло около 1300 человек. Украинская сторона тоже не раскрывает эти данные. Это обычная практика в ходе конфликта, не раскрывать военные потери. И, конечно, украинская сторона преувеличивает тяжелые потери с российской стороны, пытаясь преуменьшить собственность. В течение долгого времени они скрывали от западных стран, от своего собственного народа, тяжелые потери со своей стороны. Только недавно Зеленский признал, что потери тяжелые, и ситуация в Донбассе... Я говорю о том же. Президент Зеленский недавно признал, что Украина теряет до 100 человек в день в ходе тяжелых боев у Северодонецка и в Донбассе. Россия же, согласно данным украинской стороны, потеряла 30 тысяч или больше человек в этой войне. Мы не можем подтвердить эти цифры, но разведка США, используя все доступные ей инструменты, говорит о потерях более чем 15 тысяч человек. Думаю, мне не стоит напоминать, что за 10 лет войны в Афганистане ваши потери составили чуть меньше 15 тысяч военных. Я хочу сказать, что масштабы ваших потерь за последние 100 дней потрясают, и они шокируют россиян, если они об этом узнают. Я тоже не могу подтвердить озвученные потери. Как я уже говорил, официально их не раскрывают, а в ходе любого конфликта стороны склонны сильно завышать потери противника. Я не могу сообщить вам цифры, и я не могу комментировать, что там Украина или США говорят по этому поводу. Вы говорите о прогрессии, вы видите его из Нью-Йорка так же, как я вижу его из Лондона, но осмелюсь предположить, что вы получаете данные из Москвы. Но как бы то ни было очевидно, что через 100 дней ваши войска оказались в патовой ситуации в Донбассе, вы не взяли Севердонецк, вы не можете взять Луганскую область, я уже не говорю о Донбассе. Если это прогресс, то в чем состоит план? Дайте только время, и вы увидите Донецкую и Луганскую области освобожденными. И, надеюсь, произойдет это очень скоро. Вы спросили меня, в чем план. План, изначальные цели операции были объявлены публично. Это нейтралитет Украины, демилитаризация и деноцификация страны. Освобождение Донбасса было главной целью, и она сейчас проводится в жизни. Собирается ли Россия прекратить использовать призывников в этой войне? Владимир Путин обещал это еще в марте. Позже Минобороны призналось, что это происходит. BBC в мае разговаривала с матерью, чьи двое сыновей призывников оказались в Украине. Это закончится или нет? В начале специальной военной операции появлялись сообщения, что действительно несколько призывников оказались на территории, где проводилась операция. Я имею в виду тех, кто не подписывал контракт. Это было немедленно исправлено. Я не знаю о новых случаях отправки призывников в Украину. Но я знаю, что Зеленский объявил всеобщую мобилизацию в стране. И я знаю, что он посылает на фронт мальчишек. Мальчишек без всякого военного опыта. Кажется, месяц или два назад вы и другие высокопоставленные российские дипломаты требовали, чтобы США и европейские страны не отправляли тяжелое вооружение в Украину. По словам Сергея Лаврова, если бы это произошло, то повлекло бы серьезные последствия. И он сказал, что фактически это может привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной конфронтации. Это тяжелое вооружение в настоящее время поставляется, в том числе и реактивные системы залпового огня из США и Великобритании. И даже немецкое правительство посылает тяжелую артиллерию. То есть это уже происходит. Так где же последствия? Недавно мне попалась цитата одного из помощников министра обороны США, который сказал, что США не хотят эскалации конфликта, но Россия не имеет права голоса в том, поставлять или не поставлять оружие Украине. Я бы согласился с последней частью предложения, но не могу согласиться с первой. Это явная эскалация конфликта. Мы говорили, что оружие, уже поставленное, и то, что будет поставляться, заставит нас изменить решение и отодвинуть украинские силы от российских границ настолько далеко, чтобы они не смогли выйти на территорию ни России, ни Донбасса. Так что это явная эскалация. Мы знаем, что это вооружение, которое поставляется Украине, сейчас используется для обстрелов жилых районов Донбасса, где нет военных, нет военных объектов. Так вот, это только свидетельствует о том, что это не война с Украиной. Украина — это просто пешка в большой геополитической игре. Это война чужими руками Запада с Россией. Но когда вы говорите о серьезных последствиях и эскалации, вы блефуете, господин Поспрет, не так ли? Потому что то, что мы видим на поле боя, это российские вооруженные силы в Украине, которые изо всех сил пытаются захватить любую новую территорию. Так что ваши угрозы пустые. Давайте проверим наши слова через неделю или две, и мы увидим, действительно ли у нас такие потери и какой прогресс будет достигнут к этому времени. Вы находитесь сейчас в офисе Организации Объединенных Наций, господин Поспрет. Международное право в самом центре того, чем вы занимаетесь изо дня в день в ООН. Каково это быть представителем страны, которая, по мнению международного сообщества, ведет незаконную войну? Кого вы называете международным сообществом? Европейский Союз и США? Возможно. Нет, я говорю о международном суде ООН, который потребовал от России прекратить вторжение в Украину. Что ж, Запад сегодня пребывает в явном бреду по поводу того, что происходит на Украине. Проанализируйте, что привело к той ситуации, что мы наблюдаем сейчас. И решение международного суда совершенно очевидно было продиктовано политическими соображениями, а не правом. Таким образом вы отвергаете как предвзятые многосторонние институты, такие как Международный суд. Мне любопытно, имеет ли для вас какое-то значение, что, например, Верховный комиссар ООН по правам человека, Чилика Мишель Бочилет, не представляет Запада, о котором вы говорите. Она выступила с заявлением, в котором говорится, что российские вооруженные силы беспорядочно обстреливают и бомбят населенные пункты, убивая мирных жителей, разрушая больницы, школы и гражданскую инфраструктуру. Эти действия, по ее словам, могут быть приравнены к военным преступлениям. Мы много слышим о предполагаемых зверствах российских военных в Украине. Заявления эти не были подтверждены, по крайней мере, не было независимых подтверждений. Вы не говорите или говорите очень нередко о тех зверствах, которые творят в Украине украинские вооруженные силы и националистический батальон. При всем уважении, господин Поспрет, вы, возможно, знаете, что я интервьюировал украинских официальных лиц и задавал им неудобные вопросы. Я здесь для того, чтобы задавать вам неудобные вопросы. Вы говорите, что эти, как вы выразились, обвинения и утверждения не подтверждены. На самом деле, они подтверждены. ООН, у которой есть люди на местах, говорит, что в Украине уже убиты сотни детей. Независимая неправительственная организация Save the Children сообщает, что более 1800 украинских школ были повреждены или разрушены. Нам достоверно известно, что около 400 украинских медицинских учреждений повреждены или уничтожены снарядами и бомбами. Это не просто обвинения и неголословные утверждения. Это факты, являющиеся прямым следствием военной операции России в Украине. У меня есть к вам вопрос, возможно, риторический. У вас нет ни малейшего сомнения, что это делается российскими силами. Вы не предполагаете, что это могли сделать украинские силы, которые с первого дня развернули части, в том числе тяжелую бронетехнику и артиллерию, вокруг жилых кварталов и общественных зданий, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения. Они продолжают делать это и сейчас, в Николаеве, Краматорске, Славянске, а теперь и в Одессе. Они ведут обстрел собственных жилых кварталов. И в качестве подтверждения у нас есть свидетельство украинских военнопленных. Вы, господин посол, уже много недель утверждаете, что разрушение городов вроде Мариуполя дело рук украинских военных, которые обстреливают собственные жилые кварталы. Я позволю нашей аудитории самостоятельно сделать вывод о том, насколько правдоподобно звучат такие утверждения. Но мне интересно, а вы верите, что женщин и детей украинцы тоже насилуют сами, своих собственных? Потому что эксперты ООН задокументировали десятки случаев совершения российскими войсками чудовищных сексуальных преступлений в отношении украинских мирных граждан. Сначала о жилых массивах Мариуполя. Чем занимались украинские вооруженные силы и националистические батальоны? Они следовали своей привычной тактике. Отправляли жителей этих районов в подвалы, занимали их квартиры и превращали их в огневые позиции, откуда вели огонь по российским войскам, тем самым вызывая ответный огонь. Теперь, что касается сексуального насилия. 6 июня, в понедельник, состоялось заседание по Украине сексуальному насилию, конфликтам и торговле людьми. И это была своеобразная встреча, потому что никто из выступавших, ни одна делегация, включая председателя Европейского Союза Шарля Мишеля, который специально прибыл на эту встречу, не могла привести ни одного доказательства сексуального насилия, совершенного российской армии. Мы были единственными, кто привел примеры сексуальных преступлений, совершенных украинскими военными. Я мог бы повторить их сегодня, если вам не терпится это услышать. Что ж, я вам отвечу. Я перечислю факты в том виде, в котором их сообщают независимые эксперты ООН, которые находятся на местах в зоне вооруженного конфликта. Вы можете сколько угодно отрицать эти факты, называть их фейками, говорить, что ООН предвзято и необъективно по отношению к России. Мы с вами так можем продолжать до самого конца интервью. Но я о другом. Я о правде и доверии, господин постпред. Мы знаем, что вы говорили неправду даже в ООН. Вы показали, например, фотографии женщин после нападения на роддом в Мариуполе. Вы утверждали, что на двух фотографиях, которые у вас были, была одна и та же женщина. А не фейк, а женщина-актриса. Это неправда. Расследование показало, что это были две разные женщины. Одна из них скончалась после нападения. Вторая была отправлена российскими войсками в Донбасс. То есть все, что вы говорили, было абсолютной ложью. Вы также уверяли, что у вас есть свидетельство о якобы существующем в Украине заводе по производству биологического оружия. Даже в России один из ведущих экспертов в этой сфере назвал представленные вами доказательства абсурдом, который не имеет смысла. То есть вы, господин посол, говорите неправду. Давайте сначала закончим с вопросом о сексуальном насилии. Вы сказали, что мы не предоставили ни одного доказательства. Мы предоставили. То есть, я этого не говорил, я никогда не говорил, что вы не представили доказательства сексуального насилия. Я сказал, что мы могли бы обмениваться подобными обвинениями весь день. Я хотел изложить вам случаи, которые были разоблачены. Проще говоря, те случаи, когда вы не говорили правды. Пока меня не разоблачили, как вы говорите, позвольте мне закончить сексуальным насилием. Одним из докладчиков Совбеза была представитель генерального секретаря по вопросам сексуального насилия и конфликтов Камила Паттон, которая сообщила, что слышала сообщение, очевидно, от украинской стороны, о 124 случаях предполагаемого сексуального насилия, совершенных российскими военными, которые не проверялись и не могут быть проверены на данный момент. Это раз. Два. Знаете ли вы историю украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая была уволена украинским парламентом из-за той лжи, которую она распространяла по этому поводу? Господин Поспрет, я думаю, вы высказали свою точку зрения, что вы отрицаете утверждение о сексуальном насилии. Нам нужно продолжать интервью, потому что у нас заканчивается время, а важные вопросы остались. Я хочу закончить то, что начал говорить. Ее уволили за то, что она распространяла ложь, и это признал украинский парламент. Даже для них это было слишком. Не далее, как вчера, она дала интервью, в котором сказала, что обсуждала с итальянцами этот вопрос на итальянском языке. И она сказала, что перестаралась, потому что хотела привлечь внимание к Украине, тем самым подтвердив, что она лжет. Вот и все. Двигаемся дальше. Почему сотни тысяч мирных жителей Украины с оккупированных территорий, оккупированных российскими войсками территорий, почему они были отправлены в фильтрационные лагеря, а затем либо в ранее оккупированные части Донбасса, либо в саму Россию? Почему так происходит, в том числе и с сотнями тысяч детей? Они сотни тысяч детей. Они не эти сотни тысяч детей, они не насильно были отправлены в Россию. Это их собственный выбор. Мы предоставляли гуманитарные коридоры тем, кто хотел эвакуироваться из зоны боевых действий. Мы никогда не указывали этим людям, куда им идти, на запад или на восток. Это их свободный выбор. Те, кто сегодня находятся в России, а это примерно 1,6 миллиона человек, они все сделали свободный выбор. Их не заставляли приезжать в Россию. Что вы почувствовали, когда ваш коллега, советник ООН по России в Женеве, Борис Бондарев, ушел, когда он сказал, покидая свой пост, цитирую, «мне никогда не было так стыдно за свою страну. Сегодня работа Министерства иностранных дел состоит не в налаживании дипломатических связей, а в разжигании войны, ненависти и лжи. Когда вы видите, что ваша страна делает ужасные вещи, вы должны принять решение прекратить отношения с этим правительством. Мы все должны взять на себя ответственность. Вы готовы взять на себя ответственность? Вы призываете меня сделать то же самое? Мне интересно, заделали вас это за живое, господин постпред. Что же, мы живем в свободной стране и каждый имеет право высказать свою позицию по тому или иному вопросу. Если я чего-то истыжусь, так это того, что в течение восьми лет Киев врал миру о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в Донбассе, а свободный мир с радостью покупал ложь украинского режима. Если я о чем-то жалею, то о том, что киевские власти не считали себя обязанными выполнять Минские соглашения, что было бы для них меньшим злом по сравнению с тем, что они переживают сейчас. Интересно, не кусает ли обанкротившийся украинский режим локти? Не жалеет ли, что не сделал того, что помешало бы происходящему сегодня? Сожалеете ли вы, будучи высокопоставленным российским дипломатом, о том, что международное сообщество видит, как Россия использует продовольствие в качестве оружия? Это высказывание председателя Европейского Совета Шарля Мишеля. Вы используете продовольствие, отказываясь экспортировать большую часть вашего зерна на мировой рынок и, препятствуя усилиям Украины, экспортировать свои запасы. Миллионы и миллионы тонн пшеницы. Мы не отказываемся от экспорта нашего зерна на мировой рынок, но для этого необходимо преодолеть некоторые препятствия. Действительно, зерно и удобрения не находятся под санкциями, но нам нужна уверенность, что финансовые операции по оплате этого зерна будут проведены. Так, прежде чем мы что-то экспортируем, финансовые санкции должны быть сняты и приняты меры. Теперь, что касается украинского зерна. Мы давно говорим, что это не наша вина, что прибрежные воды возле Одессы и других южных портов Украины заминированы украинцами. Если они проведут разминирование, мы готовы предоставить им безопасный проход судов и экспортировать их зерно. Сегодня министр Лавров, которые находятся в Турции на переговорах с турецкими официальными лицами, в частности по этому вопросу сказал, что мы готовы снять любые препятствия для экспорта украинского зерна и что не будем использовать его как средство диктатуры. Простите, у нас заканчивается время. Простите, что прерываю. Последний вопрос. Как постпреда России беспокоит ли вас сейчас дипломатическая и экономическая изоляция России? Если мы посмотрим на то, что произошло, военное вторжение в Украину активно поддерживает только Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Четыре диктатуры. Даже Китай, который должен быть вашим другом, заявил, что территориальную целостность Украины необходимо уважать. У вас не осталось друзей. Не думаю, что ваша оценка верна. Я не уверен, что ваши попытки изолировать Россию увенчались успехом. Я думаю, что Запад, возможно, добился некоторых тактических успехов, но проигрывает стратегически. Одним из явных результатов тех санкций, которые ввел Запад, является то, что вы вообще потеряли практически любые рычаги воздействия на Россию. Вы знаете, президент Путин еще раньше, до этого конфликта, говорил, что пусть вводят все санкции, какие могут. У нас не было иллюзий раньше и не будет иллюзий потом. Простите, господин постпред, мы вынуждены закончить. Спасибо, что присоединились к нам из Нью-Йорка. Интервью слишком быстро закончилось. Я не успел обсудить многие темы, как хотел. Что ж, благодарю вас за ваше время. Спасибо. Спасибо.